Ну я начал заниматься с 5 лет, вообще, можно сказать, даже с рождения, потому что у меня отец тренер, сам по себе, и как бы я себя уже в сознательном возрасте помню, что я уже занимался, уже сидел на шпагатах, отжимался, подтягивался. Это было именно уже с детства. Получается, вырос я в семье казаков. Отец казак, дед казак. То есть у меня и дед занимался боевыми наборствами, отец тоже занимается, до сих пор и тренирует ребят молодых. Также вот я, получается, в этой же струю попал. Выступать он начал с 8 лет. С 7 лет он начал заниматься уже фитбоксингом. Уже занимался уже почти 20 лет, уже больше. Опыт колоссальный. После того, как он провел 100 боев на ринге, мы их просто перестали считать. Когда у него спрашивают, как он помнит свое детство, он помнит спортивную сумку в спортивном зоне, что я еду на тренирую. Сейчас он тоже воспитывает молодежь в тех же традициях, в которых воспитывали его. Мы находимся в казачьем центре. Это составная часть клуба «Патриот». Здесь у нас не будет. По флиппинской системе палочки у нас. Лечи, стальники. И при помощи мы тренируемся. Родимся по-настоящему. Стрельбольная оружие. Учете стрелять. Картаны. Шашки. Время пришло, теперь выбирай. Белое, черное, отбирай. Прочь убежать или в битву связаться смело. Страшно, когда стоишь у черты, а за чертою ногой же, как ты. Только согнем в глаза. Чего выбор сделал? Тренер очень классный и добрый. Каждый тренер, наверное, немножко в любом своем ученике, немножко видит себя. Вот как бы немного вот такого достижения, зная, что, может быть, чего-то он не добился сам, он хочет вставать в своих учениках. Есть такое высказывание. Если ты лучше завтра, чем вчера, то ты уже победитель. Здесь обстановка такая, что мало того, что зал, тут семья. И вот эта обстановка, которую создал Саня, Владимир Иванович, обстановку семьи, она затягивает. Поддержка эта, вы уже становитесь друзьями, одно целое, знаешь. То есть бросить это уже невозможно, потому что это внутри, и как ты можешь бросить свою семью, да, свою команду. Или жизнь, или судьба сводит людей как-то с одинаковыми взглядами на жизнь, с понятиями какими-то схожими. Так потихоньку в раз туда поехали вместе, туда поехали вместе, увидели друг друга там в разных ситуациях. Ну и с тех пор уже, я не знаю, неразли вода, как и многие ребята, которые у нас здесь тренируются. Часть семьи. Ну в зале это тренер, да, когда вот все там, часы пробили, да, время, все, это тренер. Никаких оговорок, никаких споров. Ну как бы точку зрения твою тренер выслушает, да, ну грамотный тренер. Вот Саня один из таких, вот он этим живет. Пожар! Вперед! Он развивается что-то, какие-то новые моменты, включая, да, в процесс тренировочный. Видит каждого человека, как спортсмена, каждого спортсмена, да, вот, изюминку в нем он видит. И пытается эту изюминку развить в нем, да, он не гонит всех, ну вот, всю группу, да, под одну, ну как бы, линию. Мне хотелось бы, конечно, сказать спасибо своей жене, что она меня поддерживает в моих начинаниях. Как бы к этому вопросу я тоже относился серьезно, как бы к выбору своей, можно сказать, жены, девушки. И когда вот я нашел ее, как это говорится, была любовь с первого взгляда, я увидел, и мне, ну как бы, эта девушка сразу запала в сердце. И я понял сразу, первое, что мы когда с ней сели за столик, посидели, чай выпили. Потом я включил мужское обаяние, от которого она не смыла устоять. Все получилось как надо. Мы встречались год, полтора, и мы поженились. Я считаю, что мой выбор пал на правильную девушку. То, что эта девушка, во-первых, правильно себя вела всегда, и знает ко мне подход. Это самое главное. То есть, и вот многим девушкам это был бы большой пример. Если она, например, живет с парнем, там, встречается с ним, она должна понимать, что это должен быть единственный парень в ее жизни. Он должен быть первый и последний. Вот такие должны быть, по крайней мере, мысли. Не всегда это получается, но мысли должны быть такие. Дай Бог, как бы, нам бы быстрее зависеть детишками, и она уже будет воспитывать детей. Под моим четким руководством. Был международный турнир по окопашному бою мастерски. Получается, я выходил в первый бой, вышел, быстро, досрочно закончил, в течение 30 секунд. Второй бой выиграл. На третий бой у меня вышел парень, хорошую очень подготовки, мастер спорта по вольной борьбе. И, как бы, я поводил во время полу руку. Я подхожу в угол, говорю, походу у меня рука ослала. Я говорю, продолжать я не могу. Он говорит, ну как ты не можешь? Выигрывал с одной рукой. И меня так зацепило, зацепило в плане, что, ну да, правда, что я этот филин распускаю. Надо выигрывать. Я выиграл этот бой с одной рукой. А потом на следующий день должны быть полуфинальные бои. И, как бы, ситуация такая, что вот азарт уберет свое. Хочется выиграть. Хочется быть первым. Самое главное. Я понимаю, что... А почему бы не попробовать? И вот я с одной рукой, мне привязывают ее к торсу, выхожу на ринг. А с отцом надо говорить о том, что, говорит, если вот получается такая ситуация, что я выхожу, выиграю с одного удара, я выиграю бой. Если не выиграю, то есть, ну, не побеждая с одного удара, противник остается на ногах, то полотенце выкидываем, ну, я проиграю бой. Такая была договоренность. Я вышел, ударил, противник упал, как бы я выиграл за 10 секунд этот бой. Конечно, было ажиотажов очень много. Всем понравилось, все бои. Да, ну, я сам был в шоке. Ну, это мне много расстроило. Я больше переживал за его здоровье, чем за эту победу. Но это был уже поступок. Сын больше, чем оправдал мои надежды. Я даже и не мечтал, что он поведет по моим стопам. Вообще, в моем понятии спорт, это не совсем спорт, по идее, должен. В моем понятии спорт не существует. Спорт – это для поддержания формы, для здоровья, все такое, да. Обязательная программа для любого человека. Я же занимаюсь не просто спортом и тренирую, я занимаюсь боевыми единоборствами. Я живу этим. Это совсем другое дело. Потому что одно дело – ты спортсмен, ты выступаешь на соревнованиях, для тебя главная победа и медалька. Для меня нет. То есть для меня сама философия жизни – именно то, что это боевые единоборства. Ты занимаешься боевыми единоборствами, ты живешь этим. И без разницы, сколько тебе лет там – 10, 20, 30, 60. То есть ты живешь этим. И без разницы, ты учишься всю свою жизнь. Ты все время стараешься прогрессировать. То есть если я, например, буду, мне будут уже дедушки, я буду старенький, буду с палочкой ходить, я также должен буду учиться. Тогда у меня будет прогресс. Я буду тренировать, также ребят, все. Но я сам должен учиться. От них учиться. Вот это самое главное. Продолжение следует...